Массовый голод после пандемии. ООН предупреждает, что миру грозит чрезвычайная ситуация, вызванная дефицитом продуктов питания. Это бедствие скажется на сотнях миллионов детей и взрослых и без сомнений будет иметь долгосрочные последствия. На данный момент более чем 820 миллионов людей на планете голодают. У 144 миллионов детей в возрасте до 5 лет наблюдается отставание в развитии. В этом году из-за пандемии еще около 49 миллионов человек могут столкнуться с крайней нищетой. Становится все более очевидным, что если не будут приняты незамедлительные меры, надвигающаяся глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых. ООН призывает обеспечить защиту работников продовольственного сектора, а также поддержать производителей, дистрибьюторов, продуктов питания, что позволит избежать перебоев в цепочке поставок. Необходимо создать условия для доставки гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. Еще в конце апреля в ООН заговорили о голоде библейских масштабов. И до сих пор самой главной задачей остается спасение людей от социального бедствия, обусловленного недостатком продовольствия. Программа развития ООН прогнозирует, что впервые с 1990 года мировой индекс развития человеческого потенциала снизится. Всемирный банк прогнозирует, что пандемия может привести к тому, что в крайней нищете окажутся 60 миллионов человек. В то время как Всемирная продовольственная программа отмечает, что еще 130 миллионов могут оказаться на грани голода. Это почти вдвое выше показателя прошлого года. Пандемия перерастает в массовый голод. Ближний Восток уже столкнулся с последствиями экономического и социального кризиса. Первые голодные бунты в Ливане прошли в начале года. Многие жители страны не могут позволить себе фрукты и мясо. В будущем проблемы могут возникнуть даже с тем, чтобы обеспечить население хлебом. А на этой неделе произошло резкое падение курса национальной валюты. На улицах Бейрута появились баррикады. Участники акций протеста поджигают машины полиции. В Триполи в здания банков летят бомбы. После введения карантина из-за ковид-19 экономика Ливана оказалась в самом плачевном за последние полвека положении. Каждый второй ливанец живет в условиях крайней бедности. Вот уже почти шесть месяцев люди выходят на улицы. Ситуация критическая. Мы на грани экономического коллапса. В стране массовая безработица. Люди голодают. Африка из-за пандемии рискует уже в ближайшее время столкнуться с новой волной голода и террористических нападений, что, конечно, не добавит стабильности континенту. Стихийные бедствия и климатические изменения обостряют и без того чрезвычайную ситуацию. 65 миллионов детей в Африке теперь вынуждены обходиться без еды, которую раньше они получали в школах. У нас нет еды, нет воды. Мы в бедственном положении. Моим детям всего 9 лет. Они остались без отца. В школу дети не ходят. Это ужасно. Серьезный гуманитарный кризис переживает сейчас Сомали. Разрушительные наводнения, нашествие пустынной саранчи и распространение ковид-19. Почти 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Представители ООН предупреждают, что все эти проблемы откинут страну на несколько десятилетий назад. Из-за наводнения нам пришлось переехать. Мы, конечно, благодарны гуманитарным организациям, которые обеспечили нас водой. Но нам нужна дополнительная поддержка. Нам нужна еда. Мы голодаем. Не лучше обстоят дела и в Юго-Западной Азии. Йемен из-за пандемии может, в принципе, исчезнуть с лица земли. В стране шесть лет идет гражданская война. Половина медицинских учреждений разрушена. Люди умирают от малярии и холеры. Четыре миллиона граждан страны были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов и бомбардировок. У них нет средств к существованию. Иммунитет среди населения крайне низкий. Ведь речь идет о людях, которые едят один раз в день. Александра Пинчук. Вокруг планеты. Редактор субтитров А.Семкин